Добрый вечер, дорогие телезрители! Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Добрый вечер, Гомель» в студии Александр Гамоля и Светлана Князева. «Добрый вечер, Гомель» — это творческий проект, который только-только начинает свой путь. И который, мы надеемся, ежедневно, кроме воскресного дня, с 19 до 20 часов будет собирать вас у экранов ваших телевизоров. Итак, мы начинаем! Прежде чем мы пригласим в студию наших первых гостей, хотелось бы вспомнить о нашумевшей сенсации вступительной кампании этого года. Тимур Сушко из Жодино в 12 лет закончил школу и поступил в Белорусский государственный медицинский университет. Парень обладает выдающимися способностями, которые были у него буквально с самого рождения. В 9 месяцев Тимур чисто разговаривал. В год и три знал все буквы. В год и девять он уже читал. В 5 лет мальчик пошел в школу, где перешагивал с 5 в 7, с 7 в 9, с 9 в 11. И вот в 12 лет он уже студент. Но только учебой достижения Тимура Сушко не ограничиваются. Отличных результатов он добился и в плавании. На его счету более 125 медалей и 30 кубков. Уже с года мальчик каждый день плавал в ванне по несколько часов. А в 3,5 года родители привели его в секцию по плаванию. Сегодня Тимур Сушко лучший брасист в своей возрастной категории. Он намерен побороться за победу на Олимпиаде 2020 в Токио. Кстати говоря, генетическая экспертиза индивидуальных способностей Тимура показала, что в генотипе мальчика находятся редкие и важные виды генов, необходимые для достижения высоких спортивных результатов. Мы хотели связаться с Тимуром по интернету. Он и сейчас находится на соревнованиях вместе с папой Василием Васильевичем. Поэтому сегодня с нами на связи мама Тимура Светлана Васильевна Сушко. Добрый вечер, Светлана Васильевна. Добрый вечер, Светлана. Добрый вечер, Александр. Светлана Васильевна, скажите, в чем же секрет успеваемости, фантастической успеваемости Тимура? Я думаю, я не открою вам Америку, сказав, что успеваемость Тимура – это результат ежедневного планирования времени. Мы в воскресенье планируем предстоящую неделю. Мы учим детей правильно ставить цели. Важно уметь правильно структурировать свое время, планировать это время. И в этом ему помогает спорт. Он учит ценить эти драгоценные секунды и идти к четко поставленной цели. Тимур понимает, что пропущенная тренировка – это шаг назад. И то же самое с учебой. Невыученная тема вызывает трудности в дальнейшем обучении. Очень важна дисциплинированность. Очень важно трудолюбие как в учебе, так в спорте. Даже в помощи дома по хозяйству он везде получает какое-то удовольствие. Светлана Васильевна, а какие правила воспитания детей существуют в вашей семье? Самое главное, конечно, мы любим своих детей. Наши дети растут в атмосфере любви, но ни в коем случае не в вседозволенности. Мы никогда не потыкаем им к каким-то слабостям. Мы со своими детьми друзья. И в семье у нас демократия. Каждый имеет право на свою точку зрения. И всегда мы поступаем так, как нам велит наше сердце и совесть. И сверяем это с вечными человеческими ценностями. Мы еще хочу сказать, добавить, что всегда любые успехи наших детей мы празднуем. Даже самые незначительные. И также мы учим детей правильно реагировать на поражение. На примере Тимура могу сказать с уверенностью, что поражение его учат больше, чем победы. И очень важно, я думаю, быть благодарным. В последнее время со стороны средств массовой информации к мальчику проявляется повышенный интерес. Как он относится к этой ситуации? Тимур очень скромный парень. Ему не нравится столь повышенное внимание к себе. Но на той неделе он нашел в этом плюс. Он говорит, я вижу письма. Письма приятелей, письма друзей. Не только из нашей страны. Но даже в Америке есть письма, в которых он видит совершенно какой-то уже другой взгляд на образование. Приятелей, друзей. Он послужил примером, что можно успевать все. Успевать и учиться, и спортом заниматься. Они просят у него совета. Вижу, что это положительно повлияло на нашу молодежь. Светлана Васильевна, а что бы вы пожелали детям, которые к чему-то стремятся? У нас есть такая поговорка в семье. Не нужно искать причины, нужно искать возможности. И у Тимура висит такой плакат в комнате. Это невозможно, сказала причина. Это безрассудство, заметил опыт. Это бесполезно, отрезвило гордость. Попробуй, шепнула мечта. Я сделаю, сказала цель. И я хочу пожелать всем, чтобы наши дети, наша молодежь, даже мы ставили перед собой цели и уверенно шли. Светлана Васильевна, большое вам спасибо за откровенное интервью. Хочется лишь пожелать добра, счастья и гармонии вашей семье. Всего доброго, до свидания. Великолепная семья. Мы пообщались с Сашей и с папой Василием Васильевичем. Настолько они открытые, отзывчивые, доброжелательные. И с огромной любовью говорят о своих детях. Наверное, именно в таких семьях, в атмосфере добра, любви, гармонии и взаимопонимания, рождаются такие умные, талантливые, здоровые и красивые дети. А ведь учили и воспитывали парня вместе с родителями наши белорусские учителя. Занимаются с ними отечественные тренеры. И, скорее всего, с самого начала они сделали очень много для того, чтобы у ребенка было и желание, и возможность учиться и развиваться. Как раз сегодня мы хотим поговорить с нашими гостями о том, как не спугнуть интерес ребенка к наукам, и как сделать интересной для него учебу в школе. И мы приглашаем в студию педагога-психолога Гомельской средней общеобразовательной школы номер 37 Марию Александровну Цалко и учителя начальных классов школы номер 12 Гомеля, победителя конкурса «Учитель года-2014» Светлану Валерьевну Толкачеву. Мария Александровна, Светлана Валерьевна, добрый вечер. Добрый вечер. Мария Александровна, скажите, пожалуйста, сколько длится период адаптации? От чего он зависит? Период адаптации у первоклассников колеблется обычно от месяца до года. Первая группа детей, они очень быстро адаптируются в школе, им все нравится, им интересно. Это около 60% детей. Для другой группы детей этот временной отрезок немножко больше. Он длится около от 3 до 6 месяцев. Эти дети, они более игривые, они более плаксивые где-то, они не умеют очень конкретно наладить взаимоотношения с одноклассниками. И, к сожалению, встречаются дети около 10-15%, у которых период адаптации может длиться около года. Эти дети не желают ходить в школу, эти дети часто болеют. Чаще всего у них болезни психосоматического плана. Есть ли какая-то методика, которая помогает как раз-таки подтянуть таких вот отстающих детей, может быть, вы подсаживаете их более успевающим детям? Ну, безусловно, это уже роль учителя. Как он видит этих детей, у которых есть затруднения, да? Безусловно, учитель уже делает какие-то перестановки. Мария Александровна, от чего зависит период адаптации? Период адаптации у ребёнка в первую очередь зависит от его индивидуальных особенностей. И очень важно, насколько ребёнок психологически готов к школе, насколько он готов к обучению. Это очень важные моменты, которые создают успешность для дальнейшего его обучения. Очень важно, чтобы он учился понимать, что школа – это не есть только какие-то красивые аксессуары школьные, портфель, тетрадки, ручки. Но чтобы он реально учился понимать, что школа и его учёба – это и есть серьёзный труд. А для того, чтобы серьёзно трудиться, он должен быть усидчивым, терпеливым, он должен уметь выполнять указания учителя, возможно, те, которые ему не очень приятны. Но они важны в процессе обучения для выработки всех его особенностей, которые будут помогать ему в дальнейшем преодолевать школьные трудности. И самое важное, чтобы у него было желание учиться. Очень важным моментом является, чтобы родители создавали положительный имидж школы, чтобы они говорили хорошо, положительно о школе, чтобы они создавали для ребёнка школу, как то место, где его всегда поймут, где ему комфортно, где он будет весел, радостен, где его всегда будут любить. И очень важным ещё моментом является и сама семейная обстановка. Насколько в семье родители спокойно относятся, доброжелательно, и к учителю, и к одноклассникам, насколько они стремятся понять ребёнка своего. Вначале ему очень трудно, так сложно. Насколько они его выслушивают, насколько они создают дома, ну, возможно, даже при каком-то желании там выяснения своих отношений, каких-то там домашних ещё вопросов, насколько они учитывают то, что их ребёнок уже ученик. И в данный момент, именно в период адаптации, ребёнка нужно поберечь, нужно создать всё-таки более благоприятные условия, и вот с созданием этих условий показывать пример и коммуникативных каких-то навыков во взаимоотношениях даже между собой, и такой доброжелательной, положительной атмосферы, которая будет, опять же, помогать ребёнку в его успешности, и в преодолении тех некоторых трудностей, которые появляются, безусловно, в процессе обучения в школе. Мария Александровна, вот родителям, которые приходят к вам с вопросом, как выбрать учителя, что вы советуете, как отвечаете? Очень часто обращаются родители с таким вопросом, вплоть до того, вот посоветуйте, порекомендуйте какого-то конкретного учителя. Все учителя начальной школы очень хорошо подготовлены. Но вопрос в том, что мы, родители, должны понимать и чувствовать того учителя, который подойдёт моему ребёнку. Для этого в школе проводятся в зимний-весенний период родительские собрания для будущих первоклассников, которые я рекомендую посещать. Вы приходите, вы там уже видите учителей, вы где-то интуитивно уже понимаете, приятный вам учитель, неприятный, насколько вашему ребёнку он будет приятен. Более того, вы можете подойти на перемене к классу, где работает этот учитель, кабинету я имею в виду, посмотреть, как учитель взаимодействует с детьми, как дети его встречают, обнимают, возможно, идут на какой-то тактильный контакт с учителем. Я предполагаю, что это замечательный учитель, добрый со всем тем набором своих человеческих качеств, которые вашему ребёнку создадут очень благоприятные условия для учёбы, для пребывания его, ну и для взросления его, безусловно. Светлана Валерьевна, к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько подготовленными к вам детки приходят? Какие они приходят? Морально готовы они к школе нашей первоклассники? Ну, скажу, что наши современные первоклассники приходят в школу довольно подготовленными. Многие из них умеют уже читать, читать по слогам, и встречаются дети, которые уже читают целыми словами. Встречаются дети, которые могут и считать, владеют счётом в пределах 20 и до 100, могут похвалиться этим, а некоторые могут и писать, устойчиво держать ручку, и у них хорошо развита моторика руки. Но для нас, как для учителей начальных классов, мы считаем, что это не самое главное. Конечно же, хорошо, что интеллектуальная готовность у ребёнка на высоком уровне, и она, естественно, поможет ему в обучении. Но хотелось бы, чтобы у детей была ещё и сформированность произвольного поведения, чтобы каждый из них понимал, что такое можно, что нельзя, когда можно сказать, когда нельзя, с кем поговорить, как строить свои взаимоотношения с одноклассниками. Именно у кого нарушена такая вот произвольность поведения, именно таким детям сложно в начале и в первом классе, им свойственно выкрикивать на уроке, они могут перебивать учителя, своих же одноклассников. И поэтому в первое время мы именно в курсе ведения в школьную жизнь обучаем их этим правилам. Правилам поведения в школе, правилам взаимодействия с учащимся, правилам разговора с учителем, когда поднимать руку, когда отвечать хором, когда мы взаимодействуем в группах. А какие ещё примеры организации вашей работы можете привести по адаптации тех же школьников, тех же первоклассников? В своей работе ключевым моментом я на первые недели и вообще в общем я ставлю сотрудничество. Сотрудничество с учителем, сотрудничество с учеником. И вообще цепочку ученик-учитель и учащийся между собой, когда взаимодействуют. И именно сейчас учим таким вот формам работы, как работа в паре, групповая работа. Сейчас они как будто друг друга поддерживают, потому что в этот момент, начальный период, им тревожно всем. И когда они взаимодействуют в парах, они получают поддержку друг от друга. Буквально недавно, сейчас же идёт адаптационный период, и у меня это всё живое и трепещущее, потому что у меня первый класс. Мы вводим с детьми такую работу, как самооценка, взаимооценка и оценка учителя. И вот во время работы взаимооценки, когда ребята должны были поменяться тетрадями и оценить работу своего соседа, одна из учениц не взяла тетрадку своего соседа, а указала ему на его ошибки, и только после того, как он исправил, она его забрала в тетрадку и оценила положительно. То есть она ему оказала такую поддержку, помощь, и каждый из них чувствовал себя уже уверенно. И, наверное, это пример хорошей работы родителей со своими детьми, правда, когда ребёнок вот так сразу помогает? Конечно, родители, которые правильно воспитывают своих детей, учат детей оказывать поддержку друг другу. И именно благодаря такому воспитанию формируется классный коллектив, доброжелательный, позитивно настроенный, оказывающий друг другу взаимопомощь. А как вы перевоспитываете тех, которые, ну вот, скажем, так вольно себя ведут или просто не знают норм поведения, не владеют ещё ими? Ну, категорично к таким детям нельзя относиться. Мы должны понимать, что это действительно тревожный период. И сейчас одни дети начинают себя вести очень активно, хотя эта активность им была до этого периода не свойственна. Другие же, наоборот, затихают и боятся высказаться, проявить себя как-то, поговорить с учителем. Всё это, я думаю, особенность адаптационного периода. Спустя несколько месяцев они будут себя чувствовать более уверенно. Поэтому стараемся этим детям сразу показать правила школьные. Ведь если ребёнку разъяснить правила и показать ему границы доступного, он будет действовать в соответствии с этим. Поэтому дружным коллективом вместе с учащимися мы стараемся положительно оказывать влияние на каждого из таких учащихся. Да, в общем, и усиление, конечно, результат, несомненно, будет. Уважаемые гости, я буквально на днях встретилась с несколькими нашими первоклассниками, их родителями, и поинтересовалась, как проходят у них первые дни в школе, как родители настроены. Предлагаю посмотреть сюжет. Внимание на экран. Молодая мама Татьяна Кухацкаволец ведёт в школу сына первоклассника Арсения. Мальчик первый ребёнок в семье, и, соответственно, у Татьяны первый опыт подготовки своего чада к школе. Арсения, скажи, пожалуйста, ты взял тетрадки с собой? Да. А скажи, пожалуйста, а форму для физкультуры ты взял? Да. А воду для питья? Да. Ну, отлично, молодец. Стоит отметить, Татьяна прекрасно справляется со своей ролью в процессе привыкания ребёнка к школе. Она точно знает, что от неё требуется в этот важный и ответственный период жизни её ребёнка. Дети, они чувствуют состояние родителей. То есть, в первую очередь, ну, моё мнение, что родители должны быть морально готовы к школе. То есть, они готовы взять на себя какую-то дополнительную нагрузку, там, вступить в новую роль. А, соответственно, ребёнок, он чувствует состояние родителей. Главное, чтобы здоровье было. А для этого закалять, развивать, ездить на море, в бассейн ходить, на даче побольше отдыхать. Арсению родители постарались дать всё необходимое для максимально лёгкого перехода к школьной жизни. В процессе получения такого опыта работы над собой Арсений развивал и коммуникативные способности. В том, что сын не растеряется в новом коллективе, Татьяна не сомневается. Арсений очень коммуникабельный сам по себе. Я хорошо себе представлял школьную жизнь, и мне там по-настоящему очень хорошо, мне понравилось. А это семья Белостоцких. Во время визита к ним в наши съёмочные бригады за столом собрались мама Надежда и любимые дочурки Даша, Маша и Полина. Старшая дочь – умница и красавица Даша. Она учится в 11-м классе. Младшая в семье – озорница Маша и Полина. Они-то и пришли в этом году первый раз в первый класс. Почему-то вот сейчас, спустя 11 лет, вот как-то мне более волнительно с ними, потому что, наверное, всё-таки в разный период жизни, в силу возраста ты как-то по-другому уже воспринимаешь, оцениваешь, по-другому как-то чувствуешь. Я вот неделю пока водила, я сама как в колею входила, как будто бы я пошла в первый класс. Но самое главное – в школе сёстрам-близняшкам нравится, хотя поначалу и было немножко страшновато. По поводу того, стоит ли детей учить писать и читать до школы, у Надежды своя чёткая позиция. Я старшую тоже. Мы шли, мы не умели ни читать, ни писать. Ну, всё как положено, в тот положенный срок. Как это… Потому что я считаю, что если раньше начать и что-то сделать неправильно, у них можно отбить вообще охоту, учиться, заниматься. То есть тут самое главное – настроить их на позитив. Поэтому мы про школу только хорошее. Такие вот мамы и их детки, по-моему, очень позитивно, правильно настроенные мамы, такие у них позиции. Как вы? Безусловно, безусловно. И в одном, и в другом случае. Очень много, я уже говорила, что зависит от позиции родителей. Да, вот и по поводу того, какой учитель. И замечательный может быть учитель. И ему чудесно и хорошо в школе, но без поддержки родителей. Лучше родителей своих детей не знает никто. Пожелание родителям, чтобы они больше сотрудничали, общались с учителем ещё и с точки зрения каких-то индивидуальных особенностей своего ребёнка. Для того, чтобы учителю было проще, легче где-то поддержать, помочь, он должен знать особенности ребёнка. Возможно, это связано что-то со здоровьем. Возможно, это связано с какими-то поведенческими моментами. Да, 10% детей, как правило, в школу приходят гиперактивные дети. И это те важные моменты, о которых родители должны сказать изначально, когда ребёнок пришёл в школу, для того, чтобы решить эти вопросы сразу же, чтобы помочь ребёнку и адаптироваться в школе, и решить эти вопросы. А не так, чтобы это затягивать или сказать так. Ну вот как-то ребёнок пришёл в школу, всё пройдёт. То есть самоуспокоение какое-то. Ничего не пройдёт, всё нужно проговаривать, всё нужно говорить о своих детях. Чем больше учитель знает информации о ваших детях, тем ему комфортнее и проще работать с детьми. Тем он может установить более такой эмоциональный контакт, более глубокий эмоциональный контакт, который будет благоприятно воздействовать и на ребёнка. И судя по сюжету, да, мамы стремятся и дома создать атмосферу. Я предполагаю, что те родители, которые создают дома атмосферу понимания для своих детей, они и сотрудничают со школой. В сюжете прозвучало мнение, что не стоит ребёнка заранее учить писать, читать. Это может навредить. Светлана Валерьевна, как Вы считаете, так ли это? Либо это спорная точка зрения? Я считаю, что это спорная точка зрения. Мне кажется, если ребёнку это в удовольствие, если мы уделяем этому достаточно в соответствии с возрастом ребёнку времени, то есть это для него нетрудно, не возникают у него никаких-то переживаний, и мы на него не воздействуем и не прилагаем усилия, то да, это идёт только на пользу. Если же мы будем настойчиво объяснять детям, надо учиться читать, вот пойдёшь в школу, так стращать детей нельзя, там тебя научат, и всё в таком духе. Это точно отобьёт охоту. Конечно же, если мы научили его читать, это облегчает в любом случае процесс обучения. Но в школе, если у ребёнка сформировано, на первое место учителя ставят какие процессы? Психические процессы, чтобы ребёнок в первую очередь умел слушать, чтобы у него были развиты психические процессы внимания, памяти, была развита речь. Если эти будут процессы развиты, если у него будет широкий кругозор об окружающем мире, именно это поможет ему освоить все учебные предметы, которые будут в школе. Чтение. Я приведу пример из своей деятельности. Много встречалось детей в каждом из выпусков у меня, которые пришли, не зная даже букв. Но родители расширяли кругозор ребёнка не через учебную деятельность, которую он должен освоить с первого класса, а через именно кругозор ребёнка. И он был настолько внимательным, он умел слушать учителя. Он буквально через полгода догнал по скорости чтение всех учащихся наших классов. И впредь эта девочка читала очень быстро. И у неё была замечательная скорость чтения. А это именно чтение помогает детям получать больше информации и, естественно, лучше учиться. Это точно. Мария Александровна, скажите, пожалуйста, несколько слов ещё о пользе посещения субботней школы на протяжении года до школы. Вот мы затрагивали вопрос о учителе. И я давала уже какие-то рекомендации родителям, как познакомиться со школой, прогулку совершить по школе, побыть там где-то, спросить у ребёнка, какие чувства он испытывает после посещения школы. Но есть ещё очень уникальная такая возможность для родителей. Это посещение занятий для будущих первоклассников, которые чаще всего проводятся в школах в субботний день. На этих занятиях родителям есть возможность ближе познакомиться с учителем, да, освоить какие-то требования, да даже общаясь, когда они ожидают ребёнка своего, общаясь на коридоре в момент ожидания с родителями, обсудить какие-то вопросы, поделиться опытом. Вот опять же из практики. Ребёнок ходил заниматься в школу будущего первоклассника к одному учителю. Но несовпадение темпераментов между учителем и учеником, да, и обращение ко мне, мы приняли такое решение, что этого ребёнка нужно перевести в другую группу, да. Там, где, если ребёнок гиперактивный, то я всегда рекомендую, чтобы учитель, который будет его обучать в первом классе, был, ну, максимально спокойный, уравновешенный, терпеливый, доброжелательный. Ну, вообще, в целом, конечно, чтобы вот дети получали удовольствие от школы, задача учителя, даже не задача, а очень важно, я на многих и совещаниях проговариваю, что, уважаемые коллеги, нужно нам в школе беречь тех педагогов, которые любят детей. Только благодаря любви педагога к детям, благодаря его доброму и чуткому отношению, у наших детей будет и желание идти в школу, и успешными они будут, и мотивация у них будет замечательная, потому что им очень хочется встретиться с этим значимым человеком в школе. А как приходят даже в школу будущего первоклассника? Для них учитель – это авторитет. Авторитетность учителя нужно поддерживать обязательно родителям. Они должны поддерживать авторитет учителя, они должны прислушиваться. Если ребёнок, предположим, там проговаривает, а тут учительница так сказала, да? Нужно обязательно к этому прислушаться. Ребёнок, для ребёнка это авторитет. Учитель уже в этом возрасте, конечно, авторитет. Безусловный причём. Даже до окончания начальной школы смещается вот уровень, не уровень, я бы сказала, смещаются вот эти авторитеты у ребёнка самого. Так он устроен, так психика его устроена, да? Что для него на первое место выходит учитель. А родителям нужно просто следовать этому. Да, Мария Александровна, очень я хотела, честно говоря, чтобы прозвучало это для наших телезрителей, о пользе субботней школы. Просто в этом году нашей семье тоже удалось на себе это испытать. У нас дочка пошла в первый класс, и мы ходили как раз-таки по субботам в школу. Вы знаете, очень хороший результат. Мы сейчас пришли 1 сентября не в диковинку, не в новинку. И знакомый учитель, и дети даже, которые ходили к школе, знакомые. Вот просто как пришли в обычный день. То есть очень плавный переход. Поэтому всем телезрителям рекомендуем посещать. Посещать. Субботнюю школу. Да, субботнюю школу. Коллектив складывается. Светлана Валерьевна, наверняка в адаптации детей к школе очень важно наличие навыков самообслуживания. Та же, наверное, удобная школьная форма здесь тоже имеет значение. Это очень обязательно, чтобы каждый ребенок владел навыками самообслуживания. Именно в эти первые дни, когда у них закладываются основы самоорганизации во время учебных занятий, это и переодеться на физкультуру нужно уметь быстро. Поэтому мне бы, я советую всегда родителям, например, подбирать удобную школьную форму. Если это пуговицы, значит, это должны быть большие пуговицы, которые удобно расстегиваются. Очень удобная жилетка трикотажная для детей. Ее легко одеть и раздеть. Если для урока физкультуры нужно обязательно продумать, если ребенок ваш не умеет завязывать шнурки, то не обязательно его учить уже на 1 сентября. Он и сейчас в таком моменте не сразу и научится. Подберите ему обувь на замочке, на липучке, так, чтобы он не испытывал дискомфорт. Мало того, что ему тревожно в школе, он еще и испытывает дискомфорт. То пуговицу не может расстегнуть, то он шнурки не может завязать. Некоторые подходят и говорят, завяжите мне шнурок, я не могу, я не умею до сих пор. То есть им тоже тяжело подойти и попросить об этом. Хотя это их уже обязанность, они должны это уметь. Уважаемые гости, благодарим вас за столь увлекательную беседу. И я надеюсь, многим родителям пригодится та информация, которая прозвучала сегодня. Да, обязательно. Всего вам самого доброго. Телезрителям мы хотим напомнить, что сегодня об адаптации первоклассников к школе мы говорили с педагогом-психологом средней школы номер 37 Марии Александровной Цалко и учителем начальных классов школы номер 12 Гомеля Светланой Валерьевной Толкачевой. Сегодняшний день, 28 сентября, вошел в историю тем, что ровно 14 лет назад бразильский пилот Жерар Мосс, приземлившись в Рио-де-Жанейро, совершил кругосветный полет на моторном планере, длившийся 100 дней. Да, мысли о полетах всегда завораживали людей. Наверное, каждый мальчишка в своем детстве пытался что-то сконструировать своими руками, чтобы это что-то двигалось, летало. Конечно, такие кружки, несомненно, вызывают интерес у подростков и детей, которые пытаются как-то развиваться. Да, яркий пример на базе клуба юных пожарных в Мозоре. Есть такое направление по интересам, как авиамотомоделирование. Здесь ребята занимаются с огромным удовольствием, принимают участие во всевозможных конкурсах и уже завоевали огромное количество наград. Зачем далеко ходить взять только Гомельский центр дополнительного образования детей и молодежи, где очень востребованы разные виды моделирования. Кстати говоря, центр при поддержке отдела образования спорта и туризма Гомельского облсполкома в этом году проводил уже четвертый фестиваль воздухоплавания 2015. Как это было, предлагаем взглянуть на экран. Если раньше фестиваль проводился только с соревнованиями воздушных змеев, то с этого года в программу включили модели вертолетов и квадрокоптеров на радиоуправлении. Демонстрировали и лучшие модели самолетов. По условиям фестиваля участники должны были продержать летающую конструкцию в воздухе одну минуту. Учитывалось и время посадки змея, высота и красота полета. Ну и, конечно, повышенный интерес публики вызвали аппараты на радиоуправлении. В целом, к фестивалю проявили интерес большое количество людей разных возрастов. И сегодня у нас в студии воспитание Гомельского городского центра дополнительного образования детей и молодежи юный изобретатель, подающий огромные надежды, Дмитрий Дмитриенок. Дима, добрый вечер. Добрый вечер. Скажи, пожалуйста, Дим, как давно ты увлекаешься авиамоделированием? Ну, авиамоделированием я вообще увлекаюсь с детства. То есть, начиная с пяти лет, вместе с моим папой собирал различные простейшие авиамодели. А как только я узнал, что существуют такие секции, как авиамоделирование, я сразу же нашел ближайший в моем районе центр дополнительного образования и записался. И вот уже как пять лет я занимаюсь данным видом спорта. А откуда такой интерес? Как он вообще зародился? Ну, у меня с детства были большие предпочтения к авиации. Меня завораживали любые прилетающие, допустим, над городом самолеты. Ну, это как бы интерес врожденный с детства. Нет, это, конечно, интересно, нет сомнений. Скажи, а какие полезные навыки, может быть, развиваются, занимаясь авиамоделированием? Ну, во-первых, вы получаете технические навыки, такие как владение различным инструментом. Также это знакомство с электроникой, так как модель является радиоуправляемая. Также знакомство с двигателями, допустим, внутреннего заграния. Дмитрий, вот ты сегодня приносишь к нам в студию эти модели. Вкратце расскажи, что это за самолет и какой тебе дороже всего? Ну, дороже всего мне вот этот красный самолет. Это мой первый, самый первый самолет. Я его собрал в течение двух-трех месяцев. Ему уже четыре года. Он участвовал в различных соревнованиях. Много пережил. Да, много пережил. Прошел огонь, воду и медную трубу. Он участвовал в таких соревнованиях, как воздушный бой. Это когда несколько самолетов в воздухе, и на хвосте прикреплена ленточка. И ленточку нужно обрубить винтом, гоняться друг за другом. То есть при этом все-таки модель не падает, подбитая? Бывали и такие случаи, что лоб в лоб встречаются модели. И, допустим, у этой были обрублены полностью крылья. Но она восстанавливается, так как модель сделана из пенопласта. Скажи, пожалуйста, что тебе сложнее всего удалось при изготовлении этой модели? Сложнее всего, наверное, это крыло. Потому что крыло имеет профиль, который очень сложно придать куску пенопласта. Да, ну, конечно, не одно соревнование, наверное, претерпело. Это твой самолет, расскажи о соревнованиях. Где участвовал, какие-то, может быть, победы одерживал? Да, данная модель несколько раз одерживала победу на соревнованиях по воздушному бою. Это было второе место в Сальгорске и третье место в Речице. Также эта модель была выставлена на различных научно-технических конференциях. Она заняла второе место на Республиканской научно-технической конференции в Минске проходила. Техноинтеллект. Вот, даже такие серьезные мероприятия. Также она участвовала в международном уровне. Это таланты 21 века, научно-техническая конференция. Там и Россия, и Беларусь. Дим, ну, конечно, много ты всего, наверное, сконструировал за это время. Но о чем еще мечтаешь? Вот что у тебя, конечно, золотой мечтой является? Что хотелось бы сделать? Ну, на данный момент, как бы, моей мечтой является собрать уже более масштабный самолет, так как эти являются для начинающих. На самом деле, у них большие масштабы. Что тебе дало моделирование? Вот какие ты качества в себя развил, способности? Что это вообще в жизни дает? Приносит какие-то результаты? Ну, как бы, я хочу в будущем свою жизнь, как бы, связать с авиомоделированием. То есть, авиамоделирование – это, как бы, путь уже к большой авиации. Ну, вот такие талантливые юноши живут у нас в городе. И хочется пожелать Дмитрию новых побед, новых успехов. Спасибо, что пришел. Спасибо. Спасибо тебе успехов. Всего доброго. Добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился. В эфире передача «Добрый вечер, Гомель» и мы продолжаем. Накануне начала учебного года президент Беларуси Александр Лукашенко говорил о том, что, проучившись 6-7 часов в начальной школе, подросток не должен приходить домой и 5-6 часов делать домашнее задание. Позднее гигиенисты и в обществе предложили от этого отказаться. Насколько это реально и нужно ли вообще, мы решили выяснить с гостями нашей сегодняшней студии. Мы приглашаем заведующий отделением гигиены детей и подростков Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии Елену Станиславовну Писенко и директора гимназии номер 56 города Гомеля Оксану Антоновну Капустину. Добрый вечер, уважаемые гости. Елена Станиславовна, первый вопрос к вам. Согласны ли вы с предложением гигиенистов отказаться от домашнего задания для школьников? Прежде всего необходимо отметить, что требования к организации образовательного процесса в учреждениях образования рекламентируются санитарными нормами и правилами. В соответствии с этим документом на выполнение домашнего задания для учащихся вторых классов предусмотрено время для выполнения домашнего задания 1 час 20 минут. Для учащихся третьих и четвертых классов это время составляет 1,5 часа. Для пятых и шестых классов 2 часа. Для старшеклассников 2,5-3 часа. С учетом этих требований необходимо организовывать объем домашних заданий. Объем домашних заданий должен составлять не более 30% от материала, который был изучен на уроке. Что касается вопроса об отказе от домашних заданий, то хотелось бы сказать, что на сегодня домашние задания детям должны задаваться. И это связано в первую очередь с тем, чтобы дети при приготовлении домашних заданий могли закрепить материал, который они изучили на уроке. И лишь в том случае, если учитель сможет организовать образовательный процесс таким образом, чтобы все знания были получены на занятии, в том случае можно отказаться от домашних заданий. Оксана Антоновна, а что Вы думаете по поводу предложения отказаться от домашнего задания? Вопрос с домашним заданием всегда вызывает некоторую негативную реакцию у некоторых учащихся и их родителей. Домашнее задание выполняет ряд функций, которые порой нам не видны. В частности, самая главная функция, которую выполняет домашнее задание – это выравнивание знаний, умений и навыков учащихся. Далее – это развитие познавательных интересов учащихся, желание расширить знания по какому-то предмету, естественно. Огромную роль в этом играют разноуровневые домашние задания. Ну и самое банальное – это повторить изученный учебный материал. То есть, да, без домашних заданий, наверное, никогда. Ну как так? Всю жизнь и мы… Тут речь, наверное, об объеме домашнего задания. Насколько оно сейчас составляет нагрузку для ребенка? Оно регламентируется. Дело в том, что учебные занятия учащихся в учебных заведениях длятся до 12-14 часов. Далее идут факультативные занятия, объединения по интересам. А это и есть выбор учащихся. То есть, это личное свободное время. В течение учебного года многие учебные заведения проводят изучение вопроса дозировки домашнего задания. И статистика свидетельствует о том, что 60% респондентов укладываются в норму выполнения домашнего задания, 30% объективно выполняют его меньшее количество времени. И только 10% выполняют домашние задания 4-5 часов. Оксана Анатольевна, скажите, вот иногда родители, желая помочь своему ребенку в каких-то трудностях при одновлении выполнения домашних заданий, начинают помогать выполнять домашние задания. Решают задачи, пишут сочинения. То есть, решают это за них? Да, да. Нужна ли такая родительская помощь? Или это такая медвежья услуга? Дело в том, что здесь есть две крайности. Первая крайность – это чрезмерное участие в приготовлении домашних заданий родителей. Когда после работы родитель, приходя домой, начинает день с вопроса, что нам задано. Либо вторая крайность, которая говорит о том, что родители полностью игнорируют приготовление домашних заданий учащимся. Здесь есть несколько советов родителям, которые необходимо помнить. Естественно, ребенка нужно хвалить за минимальные достижения, хвалить за образцовое выполнение домашних заданий, не перенагружать дополнительными занятиями. Ну и, естественно, главный психологический аспект – домашнее задание равно хорошее настроение. Итак, предлагаем вашему вниманию посмотреть сюжет, который подготовил наш корреспондент Вера Котляр, который называется «Есть ли альтернатива домашнему заданию?» Внимание на экран. Добрый вечер, Светлана Александровна. Последнее время в обществе все чаще обсуждаются вопросы, которые касаются домашнего задания в школе. Медики ратуют за его отмену, и часть родителей их поддерживает. Однако Министерство образования против. Педагоги уверены, домашнее задание – неотъемлемая часть учебного процесса и образования в целом. Уже давно существуют нормы СанПИН. Сколько времени ученик того или иного класса должен тратить на выполнение домашнего задания? На практике эти нормы чаще всего не соблюдаются. Да, бывают такие учителя, которые задают непосильные объемы домашнего задания, ставя свой предмет во главу угла. Но чаще всего проблема так называемой перегрузки кроется в ином, а именно в неправильной организации ребенком своего времени. Как происходит нарушение? Когда наш ребенок садится писать домашнее задание, и вместо того, чтобы, пользуясь алгоритмом, четко раз, два, три, четыре, сделал и пошел, он начинает, ну, скажем так, по-детски отвлекаться. Отвлекаться в одну сторону, отвлекаться в другую. Вместо того, чтобы разбираться самому, он ищет ту самую няньку, которая ему переведет с языка учебника на язык ему понятный. И, соответственно, вот это вот не содержательная сторона домашних заданий, а организационная и представляет больше всего трудности. В детском саду начальной школе номер 63 города Гомеля существует экспериментальный класс, в котором домашние задания задают по теме прошлого урока. У большинства детей проблем с выполнением домашнего задания не существует. В общем, я делаю домашние задания не больше полчаса. Домашние задания, мне кажется, что у нас легкое. Ну, после него я еще успеваю что-нибудь поделать дополнительно. Например? Ну, например, буквы пишу, решаю что-нибудь, с мамой тексты пишу. Я делаю домашние задания сам. У меня на это время не выходит, минут 20. Легко все получается. Дети не боятся домашнего задания и даже готовы выполнять чуть больше заданного на дом. Задание должен учитель давать не по пройденному, не по сегодняшней теме, не по новому материалу, а по уже изученному материалу, который позволит каждому ребенку быть успешным. И когда ему мама придет и скажет, чем тебе помочь, ребенок скажет, мама, спасибо, занимайся своими делами, это моя работа, я сам ее могу сделать. Так вот, если мы это организуем, если учитель будет настраивать ребенка и показывать, вы это можете сделать сами, потому что вы это знаете, тогда мы уходим от содержательной стороны и можем заниматься организационной. В то, что домашнее задание может не вызывать трудностей, сначала сложно поверить. Однако родители учащихся только подтверждают вышесказанное. Я считаю, что сейчас задания задают меньше, потому что 10 лет назад мой старший сын учился, и он на уроке тратил гораздо больше времени, чем сейчас. Задания стали, я думаю, легче, они не очень объемные, и детям все доступно в классе, преподаватель преподносит, что ему легко это все дается. Главное – ориентировать ребенка на успех, ведь у каждого из них свои темпы, усвоение материала, и сделать задания по пройденной теме легче, чем по новой. Пока таких экспериментальных классов во всей области всего шесть. Если эта система обучения зарекомендует себя, ее будут внедрять и в другие школы. Домашнее задание должно быть, чтобы ребенок научился работать самостоятельно. Вот самая главная функция его. Не повторение, а именно организация самостоятельной учебной деятельности. Научить учиться. Однако для очень многих детей и их родителей домашняя работа сопряжена со стрессом. И как правильно организовать это задание на дому, понимают немногие. Первое, что советуют психологи – правильно обустроить рабочее место для своего ребенка. Второе – принимать посильное участие в самом домашнем задании. Ни в коем случае не сидеть рядом и ты переписывай, переделывай. Я тебе сказал, пиши, читай. Это все вызывает, создает стрессовую ситуацию. Ребенок закрывается, естественно, он будет делать из-под палки. И как только мама и папа отвернутся, он и займет своими делами. Просто мягко, ненавязчиво. Пиши, пожалуйста, давай вот это повторим. То есть такими мягкими словами направлять, подсказывать ребенку, что это нужно делать. Ни в коем случае не ругать за помарки, за ошибки. Распространенное переписывание 10-15 раз домашней работы тоже ни к чему хорошему не приводит. Наоборот, оно вызывает потом отвержение домашнего задания и только негативные эмоции. Сторонники и противники отмены домашнего задания были всегда. Однако, как среди учителей, так и среди родителей есть те, кто ищет реальную альтернативу. Новое решение старой проблемы. Быть или не быть домашнему заданию рассудит время. Да, вот такой вот экспериментальный класс. Уважаемые гости, как вам практика такого экспериментального класса? Выполнение домашнего задания по теме прошлого урока. Как думаете, приживется? Думаю, что да. Это идея жить. Дело в том, что, в принципе, домашнее задание, оно и настроено, как мы слышали, на поиск каких-то самостоятельных решений, на повторение не столько учебного материала, а именно на обучить ребенка самостоятельной добычей знаний. Елена Станиславовна, Оксана Антоновна, какие ваши персональные советы в деле подготовки домашнего задания? Да, каждый. Самый главный совет – это правильно организовать рабочее место ребенка, четко построить режим дня школьника, ну и, в принципе, установить контакт с собственным ребенком. Елена Станиславовна, а вы, в свою очередь, что можете сказать? Да, мы тоже можем назвать несколько советов, которых стоит придерживаться родителям и детям. И прежде всего необходимо сказать, что не стоит сразу приступать к выполнению домашнего задания, придя из школы. Придя из школы, ребенок должен пообедать и отдохнуть. Желательно, чтобы этот отдых был совмещен с прогулкой на свежем воздухе. Как правило, есть такая рекомендация, что в течение дня школьник должен находиться на свежем воздухе не менее полутора-двух часов. Это необходимо для того, чтобы повысить работоспособность в дальнейшем и более активно заниматься предложенной работой, в частности, домашним заданием. Еще стоит сказать, чтобы успешно выполнить домашнее задание, необходимо, чтобы у каждого ребенка было самостоятельное рабочее место. И это, прежде всего, забота родителей. Необходимо сказать, чтобы родители подбирали мебель в соответствии с ростом ребенка. Для этого существует правило прямых углов. Если мебель подобрана для ребенка правильно, то, усадив ребенка за стол, в тазобедренном, коленном и голеностопном суставе должен образоваться прямой угол. При этом столешница должна находиться на уровне солнечного сплетения школьника. При выполнении домашних заданий не стоит забывать и о перерывах. То есть, какое-то время прозанимавшись, ребенок должен отдохнуть. Если говорить о нормативах, то для учащихся младших школьников, через каждые 20 минут необходимо делать перерыв для школьника продолжительностью где-то 5-10 минут. Что касается старших школьников, то через каждые 40-45 минут также необходимо устраивать перерывы. Вот повезло очень услышать такую информацию, потому что таких нюансов можем, как родители, не знать. Как, куда, что поставить, какой величины. А это, на самом деле, очень важно, правда? Как правило, что это не обращают внимания, если все. Стол, да и стол, стол, да и стол. Если еще продолжать эту тему, то стоит отметить, что помимо рабочего места, стола, необходимо также помнить о том, где правильно расположить этот стол. Лучшее место в комнате, конечно, это же у окна. Стол, как бы преследуя такую цель, чтобы естественный свет попадал на рабочее место школьника равномерно, достаточно, поэтому самое оптимальное место установки стола – это у окна. Не стоит забывать также и об искусственном освещении. То есть в темное время, в пасмурную погоду на столе для школьника необходимо, чтобы стояла настольная лампа. Помимо этого, не стоит забывать и о том пространстве, которое находится на рабочем столе. Для того, чтобы упорядочить хранение письменных принадлежностей, на столе должен стоять стаканчик или какой-то подставочка для письменных принадлежностей. И необходимо еще наличие подставки для книг. Елена Александровна, скажите, пожалуйста, вот важно родителям уметь, скажем так, вовремя диагностировать, что ребенок пришел домой уставший, может быть, ему стоит отдохнуть. То есть по каким вообще признакам это видно и как определить? Ну, здесь можно назвать несколько признаков. Первые признаки утомляемости, они наблюдаются в том случае, если ребенок начинает как бы много двигаться, он может не всегда правильно ответить на вопрос родителя, может прийти, ну, пожаловаться на головную боль ребенок. Поэтому задача родителей правильно организовать режим дня школьника. И здесь в первую очередь, как я уже сказала, режим дня должен быть с учетом возраста ребенка, каждым родителям предусмотрен. Не стоит забывать и о правильной организации питания детей. Ну и, конечно, это же двигательная активность. Все мы знаем, что в настоящее время большинство детей привержены гиподинамии, они мало двигаются. Поэтому, конечно, обращать на это надо больше внимания, чтобы ребенок как-то... Род здоровым и мать. Спасибо, Елена Станиславовна. Саша, мы с тобой уже будем знать абсолютно все. Осталось только все это применить. Мы с тобой родители и поэтому. Да, родились нашими детьми. Так что, уважаемые гости, огромное вам спасибо за ваши советы, рекомендации родителям. Наверняка они пригодятся, несомненно. Да, мы напоминаем, что гостями нашей студии были заведующие отделением гигиены детей и подростков Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии Елена Станиславовна Писенко и директор гимназии номер 56 города Гомеля Оксана Антоновна Капустина. Всего вам доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. А у нас на этом все. Это была программа «Добрый вечер» со Светланой Князевой и Александром Гамолей. Всем хорошего настроения. Приятного вечера и до скорого. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова